Магаставская область Казахстана Магаставская область Казахстана Я приезжал в Жанаузень в июле-августе-сентябре 2011 года Жил с нефтяниками на площади, а затем был на судебных процессах Я вернулся в Жанаузень спустя два года После кровавых событий, которыми закончилась забастовка Сейчас пишу книгу о Жанаузене Я хочу разобраться, что же на самом деле произошло 16 декабря 2011 года И как эти последствия отразились на всем Казахстане Я хочу понять, почему власть не слышит народ Я знаю только то, что авторитаризм усугубил все зло, которое мешает будущему нашей стране СИНуб сильнее АПЛОДИРА АПЛОДИРА Забастовка в Жан-Аузене имела несколько причин. Во-первых, работодатели обманывали нефтяников при начислении зарплат. В официальных ведомостях о зиму Найгаза и то, что рабочие получали на руки, были совершенно разные цифры. Руководство компании наживалось на своих сотрудниках. Во-вторых, работодатель не объяснил нефтяникам, как начисляется коэффициент 1,8. Дело в том, что с 1 января 2009 года распоряжением премьера-министра Масимова был введен этот коэффициент. Но сам механизм начисления не был доведен до нефтяников. Более того, от них это скрывалось. Когда они узнали, то думали, что эти коэффициенты должны быть начислены на среднюю зарплату. А работодатель стал утверждать, что начисление на минимальную ставку оплаты труда. В-третьих, люди, которые защищали нефтяников, подвергались репрессиям со стороны работодателя, который нанимал криминал, чтобы запугивать лидеров независимых профсоюзов. Например, Наталью Соколову, юриста, защищавшего работника Каражанбас Мунайгаз, осудили сначала на 8 суток, а затем на 6 лет. Просто за то, что она защищала работников. Это произошло 20 мая. А 26 мая началась голодовка в Узень Мунайгазе на территории предприятия ООС-5. Бастующие выдвинули свои требования, среди которых было освобождение Натальи Соколовой. Но работодатель и Аким сказали, что Актаусский суд уже вынес решение в отношении Соколовой. К тому же суд города Жанаузен признал забастовку незаконной. С помощью ОМОНа были избиты нефтяники возле ООС-5. После этого забастовка переместилась на центральную площадь города Жанаузен. Летом в городе жара до 50 градусов. А зимой сильный ветер, жуткий мороз. Но это не остановило нефтяников. Они хотели восстановить справедливость. Люди требовали только причитающиеся им. За время забастовки власти неоднократно проводили провокации, чтобы сорвать ее. Так, одного из лидеров протеста, Наталью Ажигалиеву, посадили на 15 суток только за то, что она дала интервью Радио Свобода. Дочь другого лидера, Розы Тулетаевой, Алия, была арестована по сфабрикованному делу. Ее обещали отпустить, если мать уйдет с площади. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Но, как я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что твои родины стоят, а Провокации. Рассказали, что я не знаю. Но это не morale что-то. Я знаю, что я дамич Саргол. Я знаю, что у меня не знаю. В июле 2011 года был убит Джексалык Турбаев. Он работал в компании «Филдсервис». Это одна из сервисных компаний «Узеньмунайгаза». Накануне убийства Турбаева хотели избрать руководителем правкома. Он поддерживал забастовку и за это с ним расправились. Турбаев был найден забитым насмерть в рабочем вагончике. Убийцы не были установлены. Но несомненно, что это делалось из-за боязни, что забастовку поддержат все новые и новые организации. В следующем месяце была убита Жансаулек Рабалаева. 19-летняя девушка являлась дочерью одного из участников забастовки. Ее изнасиловали и проломили голову. Возможно, это преступление было связано с участием отца девушки в забастовке. До убийства дочери ему неоднократно поступали угрозы. Мужчину вынуждали отказаться от забастовки. Некоторых нефтяников просто били. Делали это специально нанятые люди, а также сами правоохранительные органы. Тек-тен-тек шабулы жасалмайды. Ереулының салдарынан болу жатқан жат. Себебі солы ереулының ишінде жүріп, көптеген ақпараттық жұмысты. Тархату менде айналысатын едін. Көптеген азаттық радиосы болсын. Немесен Гүлжан Ерғаевының сайтына болсын. Көптеген сөреттерін де жағдайды да толық ақпаратты бері отыратын. Бірде-бірі менедің. Сонда жағдай соған қалыптасып, соған әкеле отыр. Және мен оған. Именно соғы осы ереулың салдарынан екеніне. Сеніпте отырым, біліпте отырым. Сонда жағдай. Мен сұлған қалыптасып, азаматтырым, 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 азаматтырым. Это архивная запись. Сегодня, спустя два года, Естай Карашаев отказался от интервью. Его семья до сих пор запугана. За любое откровенное слово Естая могут отправить на зону. 15 декабря 2011 года на площади Жанаузена началась подготовка к празднику – Дню независимости Казахстана. Власти города решили отметить праздник именно на площади. Какой праздник? Не праздник у нас! Удамай, жерман! Я сошь, жерман! И это несмотря на то, что там в это время уже 7 месяцев бастовали нефтяники. Нефтяник Нурлыбек Нургалиев был на площади и сам пострадал от пули полицейского. 15-го, вот, когда вот юрты там на машине привезли, тут, которые за бастовщики стояли, они против были. Они начали собирать свои юрты, а эти полицейские заставили их сюда ставить юрты. Заставили. Всех напугали вот хозяином. И 16-го, вот, когда вот приехали, пришли мы сюда утром, тут народ много было. Там перед Сахной парад был, да. После, вот, как парад начался, после парада уже, вот, здесь волнение было, да. Полицейские в цепях вот перед нами стояли и нас отталкивали. Венера Попова, бывший руководитель коммунальной службы города Жанавзен, тоже была в те дни на площади. И видела, с чего началось. Сначала зажгли автобус там вдали, возле гармошки. Потом начали бомбить вот эту сцену, где детки выступали. И это были не наши нефтяники, это были неизвестные молодцы с этими, с арматуринами. Они выдалбливали из этого плитку и бросались. Ну, короче, все разрушали. Не нефтяники. Не нефтяники. Наши как стояли, ниже наузенцев. Они были совсем по-другому одеты. Это раз. Потом зажгли акимат, потом акимат запылал, тут машина рядом взорвалась. Наши нефтяники как стояли, так и стояли. Они не сдвинулись никуда. Даже пожарка приехала, чтобы разогнать. Пожарку вот эти молодчики камнями, как говорится, согнали. Она уехала. Потом задымился узень Мунайгас. Причем дружно, прямо из подвала, со всех окон повалил дым. Так не может быть. Там такой высокий забор. Там высокий забор, там охрана. Туда никто никогда не войдет и не проникнет. Но факт того, что загорелся подвал дружно. И нефтяники всей массы ринулись к нему. Бар, 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 бар. Постороннись. Я сказала, ребята, вы куда бежите, куда бежите? Это провокация. Они говорят, там у нас документы в этом, в подвале. Сейчас архив весь сожгут. Мы ничего не докажем. Вот такой был разговор. И они все кинулись, а их уже встречал шквал огня. И они начали стрелять. Кто с коленом, кто с плеча. Короче, стреляли, стреляли. Хотя народ сразу, как они только подняли автомат, народ сразу повернулся, побежал. Понимаете? А они стреляли вслед. А, надо, надо. А там, ну. Улыбай, улыбай. Людей нападало очень много. Черное все было. Это не 16 человек, а не 36 человек. И сколько там лежало потом, когда все разбежались. По официальной информации, от пуль полицейских погибло 16 человек. И более ста получили ранения. Но многие свидетели говорят, что жертв было гораздо больше. Власти их просто скрыли. Дюсен Нуров – нефтяник. В результате огнестрельного ранения он стал инвалидом. Одна нога у него теперь короче другой, на 3 сантиметра. Шолпан – его жена. Она поддерживала Дюсена во время забастовки. Сон, жугрыз барында күйеу мұж арчанда уазыда жатыр. Мұнажаңда кеше нұрлы векте бар. Иынану ктейден таманы. Казахстан Здесь есть ordenальностей, но я не знаю где-то из них, где-то многие читают. Потому что они читают, где-то участвует, но я отвечаю. Когда я участвовала в Кудай, я учила в нём. Я участвовала в Касимбурге. Я не знаю, что я вижу, что у меня были ревчонки, но я не знаю, что у меня есть ревчонки. Я не знаю, что у меня есть. Я не знаю, что с д exc Will, мне есть. Хватит это не то, что мне будет не вести. Нет, нет. Я буду. 16 декабря было убито множество случайных людей. Они волей случая оказались на площади и попали под автоматные очереди полицейских. Так погибла Жанар Абдикаримова, которую застрелили в тот момент, когда она подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Пули попали в шею. Ее муж остался один с четырьмя детьми. Он отказался дать интервью, сообщив, что в ближайшие месяцы получает от Акимата дом и боится, что если он расскажет правду, ему не отдадут жилье. 15 декабря из Акимата в департамент образования поступил приказ привезти завтра детей на площадь, чтобы отпраздновать День независимости. Департамент потребовал, чтобы директора школ вывели детей. День независимости. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Что это? Потом я на скажу. Как вы having signed up for 15-2 лет, из-за там проехали в городе. Скретно 4-5 дней, он вышел на Бабы, как мне было. Все было утром, аж не было. Но это было не было. Стоит ей, даже не было. Только у меня не было ссено. Она приезжала у меня. Ана, моя моя была. Кто-то умер с учетом, у меня смогла упорочить, После трагедии от куляш ушла невестка с внуком. Не выдержала. И такая проблема почти во всех семьях, потерявших сыновей. Раи и Расул Юсуповы родом из Дагестана. Они уже 30 лет живут в Казахстане. Расул нефтяник. Он стоял на забастовке. Их сын Радик всю жизнь прожил в Жан-Аузине. Здесь женился, и у него родилась дочь. 16 декабря Радик сказал маме, что идет парикмахерскую. И не вернулся. Сколько уже прошло. Все равно, как будто это число возвращается каждый день. 16-го всю ночь просидела у окна. Ворота наши железные. В ту ночь ветер сильный, был холод. Как только ворота шевелятся, мне кажется, Радик идет. Ну, видимо, немножко заснула. Утром 17-го мне, говорит, я сон видела, говорит. Радик, говорит, просил вытащить его из багажника. В этот момент уже мой дверь в морге посмотрел. Там нашел. То, что было в Жан-Аузине, у Жени давно уже глаза закрыты. Жизнь идет своим чередом. Так и говорят, так и нам советуют. Что теперь? Ольда, кейт-то, калда. Что можете сделать? Надо забыть, надо жить. Жизнь продолжается, надо жить. Не плачь, не нервничай, живи. Как жить? Как жить? Как мне проходить каждый день эти двери открывать? Боятся говорить. Много знают людей еще. Много знают, но когда-то скажут. В том, что люди запуганы и боятся говорить, я убеждался неоднократно. На мои просьбы дать интервью, многие нефтяники отказывались наотрез. Они это мотивировали тем, что их посадят, выгонят с работы или как-то навредят родным. Сами нефтяники надеются, что в будущем будут обнародованы видеоматериалы, которые еще спрятаны. Что их огласка лишь дело времени. Во многом события в Жан-Аузине связаны также с массовой безработицей среди молодежи и отсутствием жилья. Разные источники утверждают, что среди погибших были детдомовцы. Они в период забастовки тоже приходили на площадь и заявляли о солидарности с бастующими. Бывшие детдомовцы, к которым я иду, живут по 12-15 человек в трехкомнатной государственной квартире. Работу найти они не могут. Поэтому один-два работающих человека кормят всех остальных. Все... Знаете, там как говорится? И, конечно, детдомовцев легче всего обвинить в мародерстве и беспорядках. А также безнаказанно пытать, выбивая показания. Я сам осудился, после чего он вышел, осудили. Кто свой дом? Сына из дома выгнете? Да, наших свидетелей даже пытали. Нас-то чё, каждый день пытали, там, как я с первой... Бесятого января меня закрыли. И меня там начали допить, избивать пытки, угрожения. Прокуратура защищала вас? Вообще прокуратуру не защищала. Сами вот прокуратуру нас пытали, в самом здании прокуратуры. У меня все свидетели отказались от своих слов. Но, несмотря на это, даже меня взяли. Мне за два года условно. Практишку взяли год условно. А его чё судили? Потому что ему в ногу пулю попало, что... Жигер, вот как он? Он тогда, помнишь, просил изменить ему меру пресечения? С тем, что у него... С глазом, да. Что случилось у нас? Он на операцию готовился. Ходил. После 16-го его взяли, закрыли тоже. Он с бинтом ходил ещё. Ему же опоздали, да? Операцию делать, да. Максет, отец Жигера Аманжолова, инженер. Из-за переживания за сына стал нетрудоспособным. У него отказали руки. Когда начались эти аресты, 19-го числа приехали с ОМОНом, один милиционер. Говорят, забираем его в подозрение, участие в этих беспорядках. Я говорю, я же звонил домой, он дома был. Ну, хорошо, говорю, одного не отпущу, в месяц пойду. Там был, объяснил следователю, мол, говорю, я раза три-четыре проверял даже, чтобы он не выходил. Задержали. За что? Я не знаю. Потом на суде же говорили, мол, шесть человек заходили в суд, пятеро выходили, попали к ОМОНовцам. Шестой он через окно ушел, мол, не выходил, через окно ушел. А там реплика. Суд пока же нету окна. Там окна нету. Ну, сняли этот ограбление, сняли. Теперь участие в беспорядке. Сырақтарды, каам, калай сырақ код, солай, орып отырады, о, адамды. Мен, айтым, мен, денсаулым жоқ, мен осындай, осындай, осындан алында, ауэр операцийадан келдім. Мен, ешхандай, каам, ба. Прямо. Перевескмен отырды, каам. Пистолетта қап, қорқытат, адамды. Месен атып, сен, ештең еде сиялмайсын, ештең еде дәлелді алмайсын. Питам, жүмес, столға да орған. Бес-алты адам болатырады, санжақтан сұрақ көетт, сұрақ көң сайын, орып отырады адамды. Сонда адамы ешхандай жат, мойным алған жоқ, ештең есенде. То есть, они хотели, что ты признался? Да. Бірінші, он-тоғында шақты. Тебе, чтобы ты кого-то отчырнил? Да. Сверо так. Когда он отказался, тогда его самого закрою. Яған жақты көрмейген жаттынды. Бұл қырым, бұл қырым, бұл қырым, бұл қырым. Пытки и выбивание признательных показаний стали в те дне нормой для полицейских. Ханно, кровь! Кровь здесь! Мало кто из женозенцев мужского пола во время введенного комендантского часа не подвергся пыткам и издевательствам. Любой мужчина, который выходил в эти дни на улицу, задерживался и отправлялся в СИЗО. Помимо того, что его там могли избить, у него изымали деньги и сотовый телефон. Целью военных было уничтожение видеозаписей, сделанных на мобильне. Любая машина, которая въезжала или выезжала из города, должна была платить дань полицейским. Саша Баженко – воспитанник детдома. Он давал показания в полиции против бастующих нефтяников. Он делал это, как анонимный свидетель. Но на суде над нефтяниками он побоялся взять грех на душу. И заявил всем, что отказывается от своих слов. Он признался, что дал показания под пытками. 8 числа поймали, у меня возле почет дома. ОМОНовцы, там солдат, завели балан, потом газель, избивали, били. Потом в гараж завели. Я почти с 11 до 8, до 9 вечера ночи я сидел без обуви, в носках, в воде. Били меня, мне кисть сломали. Милиционер, я его знаю на лицо, имя не знаю. Он сказал, что это президент. Президент мне так сказал, приказал. Саша знал, что ему не дадут жить после его признания. Я буду до конца это стоять. Я суду сказал, говорю, вот этот человек будет на самом деле, хоть я умру, я достойно умру. Ничего случайного в жизни не бывает. Саша говорил, как ему угрожали полицейские после его признания в суде. Он сообщал это своему брату, друзьям-дедомовцам. Поэтому есть основания полагать, что убийство Баженко было заказным. Ночью Саша зашел в магазин за минералкой. В это время у прилавка возник конфликт. Двое парней не могли расплатиться. Саша подошел и положил недостающим 50 тенге. Это якобы оскорбило парней, которые, выйдя из магазина, решили дождаться Сашу. На улице они стали его избивать. Потом они остановили такси и избитого Сашу Баженко повезли в район 19-й школы, где добили его арматуры. Но на этом беспредел, устроенный властями Казахстана, не закончился. Судебный процесс над 37 нефтяниками и дело Козлова стало символом несправедливости для жанаузенцев и предостережением для всех казахстанцев. Эти суды убедили мировую общественность в отсутствии демократии в Казахстане. Брат Агимы был ранен 16 декабря на площади. А потом его судили. Хотя его вина, как и многих других, не была доказана. Семь месяцев стоял на замостопке, поэтому, наверное, закрыли его. А так он ни в чем не виноват, никого не бил, никого не убивал, например. Почему? Всех же закрыли почти, нефтяников. Допрашивали всех. А потом некоторых отпустили, а 37 человек судили. Полицейские. Они сказали, что они нас били, кидали камни. А такого ничего не было. Видео показывали, тоже не доказано ничего было. Но все равно их же посадили некоторых парней. Вот Тулетаева тоже. Тулетаева женщина, например. Кого она могла избить? Самый большой срок получила Роза Тулетаева. Ее пытали. Над ней издевались только за то, что она осмелилась бастовать и рассказывать правду о забастовке журналистам. Роза Тулетаева. Роза Тулетаев. 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 Айно осталась одна с четырьмя детьми. С этим приговором мы все были недовольны вообще. Там не было никаких доказательств, никаких. На суде говорилось, что у моего мужа только трое детей, да? А, нет, то есть не трое, а двое сказали. А двоих моих детей он не озвучил. Я на суде еще кричала, это все неправда. А где остальные двое детей? А где братишка, ну его, да, вот инвалид? Я уже со своими глазами все видела, как мой муж вот, уже вот, ушел же, осужден на шесть лет. А вот за что, вот интересно мне, за что? Продолжение следует... Жоу! Все, давай, братан! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Еще одной жертвой авторитарного режима стал один из лидеров оппозиционной партии ОЛГА Владимир Козлов. Его посадили за то, что он пользовался авторитетом и был независим. Властям было важно свалить вину за жанаузенские события на партию ОЛГА, Народный фронт и лично Владимира Козлова. Его обвинили в разжигании социальной розни, но в чем она заключалась, суд объяснить так и не смог. О каком разжигании розни может идти речь? Когда Козлов был в жанаузене во время забастовки всего два раза. Последний раз он был в начале сентября в течение двух часов. Все два часа он рассказывал нефтяникам, в какие правозащитные международные организации партия обращается и как они пытаются достучаться до властей Казахстана. Осель Нургазиева, правозащитник, была наблюдателем на всех процессах по жанаузену, в том числе по делу Козлова. То, что происходило, это, не знаю, какая-то пародия, что ли, или фарс какой-то. Назвать это судебным процессом, потому что, слушая как, если не ошибаюсь, три дня, говорит Владимир Иванович, Это настолько грамотно, настолько это обосновано, настолько это аргументировано, в отличие от скольких-то томов его дела, которые в отношении него возбудили, да, это... Так может говорить человек, у которого твердая гражданская позиция, которую я, собственно, и считаю, Владимир Иванович, именно таким. Это не было судом. Это не был суд. Суд впереди, ребята. Это не суд. Это судилище. Сосы, мысалы, туго-тюнякта жаткан, Куртахан дай гелып, Алахан дай гелып, көмегреса ган, Мысалы, Казылоп бізге алангашек те байддкан жоқ, или Сапаргали алангашек те байддкан жоқ, или Аминев алангашек те байддкан жоқ, оларды неге соттайтыми. Казылоп не жазыгы бар. Казылоп не жоқ, оларды неге соттайтыми. А что стало с полицейскими, расстрелявшими безоружных граждан? Ведь стреляли более ста полицейских. Это не считая снайперов. Из них посадили только пять человек. Многих повысили в звании и наградили. Например, Аманжол Кобылов был комендантом Жанаузена во время чрезвычайного положения. Он получил повышение, и его перевели в центральный аппарат в Астану. А ведь это он допустил беспредел, творившийся в отношении задержанных во время чрезвычайного положения. И таких примеров много. К тому же тех пятерых полицейских осудили не за убийство, а только за превышение полномочий. Самый главный вопрос, кто дал приказ стрелять. Это просто так, чтобы кто-то решился вот так массово стрелять, я думаю, что это невозможно. До сих пор не опубликована расшифровка переговоров между руководством страны и полицейскими Жанаузена. Поэтому невозможно окончательно выяснить, кто дал команду стрелять. Ясно одно. Без санкции высшего руководства Казахстана полицейские не осмелились бы сделать это. Еще боятся все. Правда, еще никто не говорит. Только единицы? Нет, единицы только. Все боятся. Как считаешь, будет справедливость? Я не знаю. Я никому не верю. Лично сама никому не верю. Ты считаешь, будет в стране справедливость или нет? Нет. Не верю. В Жаннаузене будет справедливость? В Жаннаузене нет. После того случая, после судебного процесса, я очень разочаровался в работах внутренних дел работников. В общем, стараемся не высовываться вообще. Мы ни с кем не общаемся, ни с работниками внутренних дел, ни с кем не общаемся. Вообще, единицы боятся? Боятся уже. Ну, беспредел мы сами видели же. Будет справедливость? Не будет. Никогда не будет. Понимаете, вот у людей руки опустились, и я боюсь, как бы они вот чего-нибудь не наделали. Что делать? Просто нужно все менять. Вот начинает Назарбаева и кончая всеми-всеми вот этим чиновниками, которые засидели, сам заворовались. Всех нужно всех менять, менять, менять. Минетин көру адым, 2 жылы болды жатырым, мен құдайдан қорқам. Адамнан қорықпай. Назарбаевта, наакуэт басындауындауында барлықты адам пенделер. Олар дертен, өзің әр уақытында несіне алады, қорлығын көрет, тұлақта түсінеді. Халықтың қарасын түсінеді, бірі алықсын түсінеді, көрір. Мен құдайдан қорқам. Бүшерде қорқатын, үштеген үште жоқ, қоршынша. Бүшерде мұна үкімет, бізде үкімет жоқ. Казақстанда үкімет жоқ. Бұл үкімет сатылған үкімет. Бүткіл үшетелге бәрі мұна, елін бәрі сатып берген үкімет. Кәзіргі үкімет басында ұтырға адамдардың барлықы сатқын. Мейдайын. Бүшерде үштердің 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 үштердің. Тяжелое впечатление оставил Жан-Аузен. В 2011 году на забастовку выходили люди, которые верили, что в Казахстане можно добиться справедливости. Они думали, что живут цивилизованной демократической стране. Сейчас, спустя два года, я увидел запуганных, затравленных людей. После того, что они видели и пережили, они до сих пор боятся говорить правду. Я верю, что пройдет всего несколько лет, и правду о Жан-Аузене узнают все. И только высказав ее, жан-Аузенцы снова смогут верить в свое будущее и будущее своей страны. Субтитры создавал DimaTorzok